добрый ранок мы из украины так понедельник день тяжелый прокатился по области как в песенке по полям по полям синий трактор едет к нам в части где оккупант не вступал нашу землю уже трактора в полях части где он отступил занимаемся расчисткой готовимся очень хочется много рассказать о результатах то что сделали охотники и гражданские но не могу потому что приятные новости есть врага сожжем всего мы сейчас больше видим дальше слышим двигаемся враг сволочь наш тоже слышит кстати мы тут по нашим направлением так понимание активизировались по городу там по некоторым вещах тоже плотненько работа мы вас всех найдем мы вас всех арестуем поэтому пожалуйста пока есть возможность валите из нашего города те кто помогает оккупантам продвигаемся уверенно занимаемся нужной работой касаемо логистики касаемо запасов военных которые нам подкинули орки все хорошо все хорошо мы собираемся сейчас у нас ресурсов становится все больше все улыбаются и отсылаем назад то что они здесь забыли мы им назад сейчас присылаем работаем все на месте все двигаемся здравствуй друзья журналисты радио свобода сравнили записи выступления путина и гитлера посмотрите насколько они похожи мы настойчиво и терпеливо пытались договориться с ведущими сторонами нато мы никому и ничего не собираемся навязывать силу бесконечно долгих 8 лет мы делали все возможное чтобы ситуация была разрешена мирными политическими средствами все напрасно в наши планы не входит оккупации украинских территорий ее цель защита людей которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам геноциду со стороны киевского режима для нас это не просто соседняя страна это неотъемлемая часть нашей собственной истории культуры духовного пространства особо хочу подчеркнуть вооруженные силы россии не наносят ударов по городам украины мирному населению ничего не угрожает особо хочу подчеркнуть вооруженные силы россии не наносят ударов по городам украины мирному населению ничего не угрожает пропаганда скопирована у геббельса символику украли скопировали даже подлый способ нападения в 4 часа утра путин тебе не приходило в голову что когда воруешь чужие идеи когда пытаешься копировать опыт ведения войны но надо бы хотя бы копировать у того кто выиграл не приходила в голову такая мысль ты же копируешь тактику у того кто проиграл войне сейчас ты сам проигрываешь войну и вдобавок даже прячешься в бункере как гитлер даже хуже это с не копия и так это жалкая пародия гитлер хотя бы не хранил деньги в америке гитлера была какая-никакая идеология ты просто врешь и воруешь у немцев была собственная промышленность сколько новых видов вооружения создали у тебя только мультики немецкие генералы реально перевооружали армию твои ряженые тупо воруют весь цивилизованный мир сейчас объединился создал калицу как это было в сорок пятом году как действовали победители и скоро уничтожат и тебя и весь твой режим последняя надежда китай отказался помогать россии прямым текстом китайцы этого естественно не сказали но заявление звучит как китаю не нужна война в украине то есть во первых китай назвал войну войной а не спецоперации во вторых ну в этом и заключается китайская мудрость не ввязываться просто так войны а сидеть и ждать пока мимо тебя проплывет труп твоего врага вот китай сейчас судя по всему и ждет распада путинского режима чтобы отобрать себе столько земель сколько сколько получится военные комиссариаты набирают людей в тренировочные лагеря потом сразу предлагают подписать контракт ехать воевать за путина в украину а помните депутата который первым собирался на фронт прямо в поезде записывал обращение четвертая неделя войны знаете где он сейчас свою студию скобеевой вот кто сбежал например гендиректор победы до летайла которая как файл фамилии даже знать не знал ну и человек и компания что не так а вот этот зам на аэрофлота куда делся тоже сбежал тоже туда же все там сидят по окрашке жрать захотели пускай попробует вернуться теперь все они именно такие вот вот куда заходите то куда вы куда выходите куда вы идете выходите выйдите из клада но вы рвете уже сахар то вы идете вы из клада женщины зачем вы ее забираете это вообще все сегодня больше не Президент Европарламента написал, что путинским дипломатам запрещено входить в помещение Европарламента. Бывший министр иностранных дел Козырев рассказал, до чего докатился Лавров и весь МИД. Президент Европарламента. Поддерживая звуться на людей или подбившаяся averages. Я просто измерили во время времени и получили свою собственную волну. Все измерили. He reduced himself and Russian diplomacy to luckies. He is not, I mean, Putin is not suicidal. He is as crazy as a fox, as a really fox. And he will not suicide pressing the nuclear buttons. But if the West shows fear, he will probably go even to chemical weapons. So don't fear. Не бойтесь, Putin and his regime has been left for a long time. Everything is normal. We win Ukraine. It's been a week. It's all. It's all. Субтитры создавал DimaTorzok